всем доброго вечера дорогие мои ну вот суббота прошла вот спасибо большое за комментарии на некоторые комментарии постараюсь ответить некоторые как говорится промолчу политические темы я уже говорил вам который комментарии оставляю неотвеченными те которые они не считаю нужными отвечая особенно политические религиозные темы я не затрагиваю политика потому что пусть политика разбирается кого-то хвалит кого-то ругать я не собираюсь политика это такая вещь как говорил знаменитый марк твень политики говорят как и подгузники должны меняться часто и все по одной и той же причине он этим словами сказал точку понимаете поэтому те которые сейчас хвалят политиков пройдет некоторое время они будут хвалить других политиков каждый под какого-то политика подстраиваться поэтому из-за политических каких-то разногласий я не собираюсь кем-то портить отношения я имею ввиду с людьми я историю хорошо изучал даже я могу даже можно даже сказать что могу преподавать историю даже хотя бы школьном уровне поэтому особенно историю новейшую историю истории наши наших стран всех 15 республик 15 17 года прошлого столетия я знаю чем начинали чем кончали что было кого восхваляли потом кого опускали те которые восхваляли тех же опускали я до спорта помню выступление никита сергеевича хрущева у него старые съемки были по телевизору показывали тоже как он культ личности сталина сам раскрывал и аплодисменты все такое на самом деле он и был вместе с этой же командой я помню показывали по телевизору на лицам документы которые из архива которым он еще тридцать восьмых годах вот это во времена репрессии сам просил сталина увеличить лимит на расстрел людей когда он был первым сектором украины поэтому это же команда осталось те которые хвалили потом опять ругали прежнего хозяина это тоже самые политики тоже самый пропагандисты сегодня хвалят завтра будут ругать на вопрос а почему вот тогда нас заставляли все окажутся терпилами которых надо жалеть поэтому как говорят на ходу меняет свои эти самое страшное вот в нашей жизни вот говорят живут проститутки езда проститутка торгует своим телом то что у нее есть самое страшное другое самое страшное на политической проститутки понимаете который играет на чувство людей на чувство народе народа поэтому это очень грязное белье его разворачивают я лично вам не советую и стать таким диванным политиком тоже диванными стратегами военными тоже советую для этого есть те люди которые закончили академии генерального штаба которые стратегии будем говорить так военных наук мы люди маленькие нам только остается наблюдать смотреть сейчас такое время что от нас почти ничего не зависит ничего от нас не зависит почти и то же самое я вчера вам рассказывал про закрытие банков все вот это такие санкции манкции все все это все отражается конечно на простом народе большие люди с большими деньгами от этого страдать никто не будет как жили они хорошо так и буду жить понимаете страдать будут народ страдать будут народ простой народ от всех этих мы даже в я бы сказал игрушки как бы мы даже во время выборов говорят мы во время выборов нужны это во всех странах но бывает так что и во время выборов за нас и проголосуют за нас и подписи поставят потому что же там же все решено кого убирать кого это конечно страшные времена но факт есть факт здесь тоже вот скоро выборы четырнадцатого мая тоже есть и эта платформа которая поддерживает нынешняя президента и такие платформы из которой вот не поддерживает я лично не вмешиваюсь я и твоя говорю правда и твоя правда все быть чей-то стороной чтобы получать тумаки с той стороны и не моем возрасте уже я просто знаю что нынешний лидер турции тоже очень много сделал для турции очень много очень много очень много такие дороги такие эти все вообще школы литей города целые парки скверы в общем все это это мелочь конечно но очень много для турции сделано очень много так что ну придет другой тоже это право выбора людей здесь демократическая страна как будто они говорили это демократия здесь есть демократия демократическая страна здесь и этот кандидат свое это ведет аудитория у нее телевизоре это есть для них свое и этот каждый это кто это народ выберет народ кому даст самое того и надо будет уважать выбор народа это все вот так вот такие вот дела ребята но ну сегодня день был хороший делами занимался тоже вот сейчас только вот сяду наверно буду что-то перекушу уже время полдесяток кстати вообще спокойно переносится все это я думал наверно воду это самое наверно придется нет абсолютно жажда воды нету хотя я свои тоже сегодня сделал семь тысяч шагов вот жажда воды нету одуванчиков собрали я вам показал же я вот любитель вот таких это орешки вот это сделал сейчас же мне пять моих друзей уже заказ уже у них у всех оказывается ноги болят я говорю вот как настоится 20 дней разолью вот отправлю они здесь живут вообще в Турции Анталии вот четверо в Анталии один вот здесь вот 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 так вот спокойно жизнь проходит и дела успеваю делать завтра опять дас Бог с утра вот после сухура раннего утра часов в семь уже я буду в пути где буду еще не знаю но дела надо решать дела надо делать работать надо что-то будет что будут докладывать доложу обязательно а пока ничего еще раз спасибо за комментарии в Турции все спокойно вот все хорошо в Анталии тоже в Алане тоже вот я общаюсь есть знакомые звонят тоже это хорошо все нормально но только вот перевод денег перевод денег вот конечно это самое у людей это сейчас вот уже через почти около трех через три месяца пройдет уже три месяца меньше трех месяцев осталось вот закон вступает в силу вот вот о том что об отмене 25 процентного порога повышения на квартиры уже хозяева имеет право на свое усмотрение повышать цены на квартиры ну конечно наверное пределах разумного потому что кому надо вот например два раза не не сможет увеличить четыре раза на договорной основу будет проходить это все я хочу сразу предупредить что ли вы один раз договорились на год это если в течение года вы никаких у вас по окончании года не перезаключен договор заново этот же договор пролонгируется это самое но опять же я хочу сказать что для получения ВНЖ надо будет опять же новый договор на новый срок вот уже бьют тревогу большинство блогер вот с Анталии уже это самое собирается домой вот но они договорились с хозяевами что в мае месяц только уйдут но у них им сказали что в марте заканчивается но у них в мае ВНЖ заканчивается ну хозяин пошел на уступку вот ну сейчас уже наверняка они не смогут по той цене снимать квартиры вот сейчас наверняка два раза это самое пенсионеры откуда найдут такие деньги 8-9 тысяч где найдут они снимали вот и то за три с половиной тысячи это было в прошлом году они чудесно нашли до повышения вот поэтому ну газовым отоплением у них все было вот ну сейчас вот уже хозяин говорит хочет продать эту квартиру вот вот и поговорили что в мае месяце они уйдут они добропорядочные люди вот ну до мая будем жить а потом видно будет наверное будем уезжать в Россию вот поэтому порог вот этот 25% кончается ну если кто-то например снимает по старой цене наверняка уже будет курорт на городах я думаю что два раза даже могут увеличить аренду тем более если открытый район если тем более там в НЖ идет тем более если уже привыкли к этому району но у нас говорят даже из цены выйдешь народа не выходи я думаю что все равно вот та же самая 25% было хорошим этим потому что сейчас делают 50% это очень много 25% тоже это вот например за 4 человек снимает 25% это 5000 уже да вот а если сделает 50% это уже 6000 а если снимали представляете по 10 тысяч там по 10 по 15 вот представьте себе сколько это будет вот это 18 19 тысяч вот такие вот дела так что вот такие новости так то особо никаких изменений нету ажиотажа как такового чтобы много людей ехали тоже говорят уже нету постепенно все устаканивается всех вам благ доброй ночи пока пока пока